здравствуйте уважаемые друзья вот вышла вторая часть нашей эпопеи поездка в анапу в этой части я вам постараюсь рассказать о тех местах где мы были значит показать не то что какие-то достопримечательности куда другие люди не попадут или что такое сверх интересное дорогое а просто показать чтобы вы прикинули и подумали стоит ли вообще туда ехать в эти места или может быть не стоит тратить вот этого центральная улица значит станицы благовещенская тут вот столовые кафе продают различные вещи совершенно начиная от футболок там шортиков и так далее вот магазин справа еще одна столовая слева заканчивая надувные круги там всевозможные крокодилы там все что угодно но здесь мы выезжаем на лиманы справа и слева стороны дорога вот это знаменитый переход между лиманами люди которые живут в поселке непосредственно они вот по этому переходу каждый день туда-сюда и снуют ну ничего интересного сказать не могу об этом потому что родина купался на жаре там напрел разомлел а еще нужно идти минут 20 обратно но так как мы с маленькими детьми были мы решили такие подвиги не совершать каждый день вот мы решили поселиться на первой линии доме отдыха но здесь тоже вот вот здесь центральный пляж ведь уже асфальт весь занесен песком таскают машины вот прямо если обратить внимание целая куча машин вот там центральный пляж тут все для них для людей так сказать и магазинчики и мороженки все что угодно палатки фруктами вот это малахит железнодорожный дом отдыха здесь вот есть кстати банкомат сбербанка вот здесь сбоку возле малахита а здесь вот продают армянская семья муж и жена значит фрукты овощи и они все время втюхать хотели вина или чачи и очень удивлялись почему мы откажем а это вот поближе лиман один из них видите как болото заболочено мы кстати и поехали то туда благовещенскую не то чтобы как бы и на черное море а для того чтобы ребенок подышал по но направлению терапевта воздухом с лимана там в общем-то не сероводород что-то другое какие-то в туристые соединения попадает капуста морская еще чего-то там смотрят все это гниет там может быть какие-то отходы производства ну то есть отходы жизнедеятельности человека не знаю все это гниет там пахнет достаточно сильно а это справа лиман и вот этот воздух в общем он очень помогает вот ребенок у нас побыл там две недели подышал этим воздухом и целый за целый год заболел только один раз а до этого две недели более две недели не более где-то так примерно и постоянно ну кыш хыкает там кашли здесь отлично на лимане вот красная травка туда поближе не подойдешь потому что мужик грязь это цветочки разным этом ходили просто гуляли по благовещенской от нечего делать но просто и для интереса и там достаточно много вот таких культур диковинных для нас то основном но для местных это жители этой эрундации обыденность что самое интересное зачастую прямо над тротуаром возле домов значит да много где много где видели виноград просто гроздьями растет но он еще незрелый естественно но можно дотянуться рукой вот обратите внимание целый грозди над головой это проход это просто у тротуар на улице очень интересно можно дотянуться рукой по проводному провод не стоит конечно потому что еще не время ему от само море очень красивая пляж он такой ракушечный ракушно-песчаный что ли вот такой то есть не как я здесь вот свой видеоролик снимал также вот кусочек попал его хотите если потом посмотрите я ссылки кину на море называется но так прикольно там и некоторые моменты повторяются из этого видео из развлечений вот опять же на парашюте там два человека и на длинной веревке на катере таскают вот видите а людей совсем немного это уже от центрального пляжа дальше и напротив домов отдыха это смену свои пляжи можно так сказать они ничем не отделены в общем-то но вот народу нет практически это июль начало нормально также вот на под парусом там ходят люди постоянно ходят к кукурузу тут продают и предлагают различные поездки куда-то не знаю куда в разные места предлагают эти поездки но мы не ездили с двумя маленькими детьми одному вообще до года честно говоря вот не очень не очень хотелось вот это рисковать там где-то болтаться в море там писать захочет как и там еще чуть там покушать мы решили что наверное не надо нам хотя взрослым то интересно было а дочке 6 лет на тот момент был мы тоже нами вот на гидро скутере на этом тоже катаются в общем то можно найти развлечение честно говоря даже не надо ехать по куда-то в анафу ли что но море не всегда такое вот я хотел показать еще вот такое вот море еще было это последний день как раз перед нашим отъездом за ночь там выкинуло столько ракушек вот этих которые продают вот кстати на лимане там дед сидит продает да за копейки ты можешь сказать за рубль за пять рублей такую вот мы не палатку брали шатеры его называть там еще постелить надо просто и вообще отлично все но таких больше не или честно говоря на пляж а это вот еще поближе к центральному пляжу то есть на мы справа остаемся уже наш пляж это уже а вот там вот дальше будет центральный уже видно вот с правой стороны видите за горочка там за это что народу уже много достаточно и да а туда ближе к центральному пляжу там вообще честно вот еще одна это уже на центральном пляже интересная такая такое место это казачий двор так называемый там казаки или люди которые выдают себя за казаков не знаю но скорее всего да скорее всего казаки вот они разводят живность кое-какую вот козочку вы там видели это канадский бобр не знаю вряд ли казаки когда-то их разводили и это традиция какая-то но все равно просто они видимо неприхотливые такие не введение не в жилье и для интереса их туда это вот колодец там они воду берут не знаю для чего может быть пищу для нас готовят вот люди сидят может быть еще для чего-то тут у них поделки изделия написано наших рук по моему 500 рублей что ли не меньше вот такая вот одна штучка но это свистульки свистульки плетеночки вот тут продают тоже всякий квас там какие-то покушать все барабульку кстати вот рыбу это интересно детский класс написано детский класс там или не детский я видел что мужик вот этот вот как казак да как если можно назвать он вот здесь вот возле печки стоял что там делать ему подошел товарищ и попросил что-то он вынес оттуда ну или квас или что-то похоже на квас может быть вино но с опаской кажется поэтому если надо будет кому венца или квас и не знаю уточните у него и это самое казачий квас казачье вот залепту тоже благодаря еще тут кстати да один интересный вот товарищ ворон черный здоровый такой зараза здесь так кажется что не очень большой на самом деле так вот я его поснимал прям чтобы видно было и красоту и страх какой-то может быть все мне говорили отойди отойди от него ничего страшного вот анапа в анапу мы поехали сейчас посмотрим центральный сразу не стали долго выбирать там куда ехать поехали центральный парк культуры отдыха ну в принципе не пожалели там все она в куче очень интересно очень цветасто все там какой-то тайны фараона чего там не знаю там много куда можно ходить но опять же говорю мы по центральной пошли просто-напросто тут достаточно много вот тоже все продают очки футболки там что хочешь кукурузу там вот самое интересное 91d видите маленький кинотеатр такой 91d чего там в нем понять очень сложно 91d но и опять же комнаты смеха комнаты страха шарики вот эти всевозможные батуты там прыгалки в общем развлечений море тире он всякие разные но и так как жарко могут походили решили зайти в океанариум там же там же рядом на этом на центральном вот этом парке культуры отдыха но в океанариуме не скажу что там прям кондиционер или что-то но по крайней мере от солнца мы скрылись и дети посмотрели вот на рыбах на всяких разных а эти вот осетровые они плавают в тоннеле то есть получается по двум сторонам от тебя когда проходишь тоннеле и сверху ну достаточно интересно интересно почище бы немножко может чистят нам иногда у них и на втором этаже там еще и скорпионы всякие пауки и оттуда можно их тоже посмотреть вот этот бассейн сверху он открыт но там не очень хорошо их видно здесь лучше ну и разные такие вот рыбки всякие и что самое интересное покупаешь билет в океанариум и там помог то ли за 50 процентов то ли уже и входит стоимость билета за кино за океанариум билет уже в зоопарк он не очень большой зоопарк но интересный там и на улице вольерчики стоят там верблюд на его не покажу ну ладно он там был вот и внутри тоже вольеры но там пахнет конечно внутри вот ужасно то вот вот такие вот значит в этом зоопарке животные обезьянки всякие с пипильками сейчас вы их увидите это просто интересно будет сразу просто предупреждаю до 18 лет вот она такая смешная обезьянка на самом деле и пипилька смешная худая как моя жизнь посмотрели так ничего музычка там играет что-то там объявляют вот черепашки там вот водные черепашки сухопутные все вот это нормально очень разнообразно между мороженым так сказать и чем дальше обезьянка выпрашивается тоже качается стороны стороны прыгает тянет лапки к тебе обычный зоопарк в общем как везде приезжают как один даже там валялся ну ничего так по крайней мере вот и дочка шесть лет я и говорю было и даже и взрослый вот на тоже идет с нами ездила но они как бы это такие вот центральный пляж анапы здесь конечно вот смотрите народу очень много самое интересное что вот люди уже там вот видите какая мачмала просто гадость какая-то море цветет не знаю вот люди уже там 20-30 метров от берега по колено ходят и вот эти три метра даже не очень приятно вот по ней типа это и в возрасте там все вместе что детей он ведь и ребеночка затаскивает на руках через эту гадость через всю но не знаю почему не убирают потом вот он вот он дядька и вот затаскивает видите это ребенка тоже не знаю это частный пляж и так понял фамилия владельца на ям там заканчивается почему не убирают это все глаз не знаю ладно разберетесь там сами это уже видитесь возьмите это уже не она по здесь вот все золотое руно они все под какой-то греческий там стиль делают стараются все названия там дальше еще будет пару названий мы вот поехали тоже на центральный центральный пляж видите сюда но честно говоря вот оттика наверху тоже такой греческая и вот старается такой поддержит мы поехали на центральный пляж но честно говоря там машину некуда поставить и что-то ну да зачем это надо Вот патра тоже такие назвать Но зачем это надо, если спокойно Можно в Благовещенской накупаться Вдоволь, не толкаться там, не пихаться С людьми, все хорошо и прекрасно Ну поехали, посмотрели, не понравилось нам Развернулись, поехали дальше Приезжали за вином Вино вот здесь сейчас будет, очень маленький кадр Внимательно смотрите, там типа якобы винзавод Но винзавода там как такового нет Там склады уже давно непонятно с чем И рядом люди поставили свои Ну палаточки И считается типа продает это винзавод Вот здесь справа, вот они Винзавод, нет там никакого винзавода Это все фикция, а вот винный дворик И еще справа были Вина от производителя через дорогу Короче разберетесь там Но винзавод там нет, сразу говорю Это грязевые ванны Вон там грязь продают в киосочке Это у нас А, это уже Голубицкое Вот чего, это уже Азовское море у нас Рядом слева оно через бугород А здесь я вот заснял тоже люди какие-то Делали типа клип что ли Или что-то такое вот хотели сделать Не знаю, получилось нет Может кто-то видел такое что-то в ютубе Или где-то еще в интернете Вот они собрали этих людей Которые грязью обмазались Кто-то купил грязь Кто-то пошел вот в этой луже Вот видите справа там непонятно какой-то водоем Там просто брали многие грязь Просто с водоема, с земли И мазали себя Ну верили, что наверное она какая-то целебная Вот они собрали их всех взрослых Маленьких там и так далее И всех заставили как можно сказать Позировать там А это уже конечно жемчужина Вот Жемчужина Голубицкая Это дельфинарий Дельфинарий вот здесь вот Вот этот вот морской лев Самочка И два дельфина Всего было Но по крайней мере еще Белуб какую-то обещали нам Но она в итоге То ли приболела, то ли заболела Короче захворала она И не смогла она выступать перед нами Ну дельфины конечно классные Прыгают тоже самка и самец Это вот я помню как зовут Шкиб А самку что-то забыл Ну поедете если посмотрите Там все в общем-то недалеко От береговой вот этой линии Тоже Ну Километров пару наверное От центрального пляжа Где вот грязевые ванны Вот эти вот принимали Мои родственники Короче билет стоит там 800 рублей Насколько я помню Ну может быть оно и А представление где-то около часа шло Ну не знаю Может быть это Дорого, недорого Ну короче вот На троих Что там получается Две с половиной тысячи А ребенок по-моему заполценный Ну короче три тысячи Приготовьте если вот такая же компания будет Ну они веселые Веселые, прикольные Там парень стоит Объявляет Он все рассказывает Ну понравилось Даже маленькие смотрели А тут видите Что они выдумали Они засунули Дельфинам Кисть в рот В пасть Я бы так даже сказал Наверное правильнее бы И вот типа Они что-то там рисуют Может кто-то догадается Честно говоря Чего они там рисуют Вот по очереди Вот так вот Мальчик, девочка Девочка, мальчик И что самое интересное Сейчас это еще ерунда То что они рисуют Тут что-то интереснее Сейчас будет Я не буду как бы Сразу рассказывать Тайну такую Сделаю секрет Сейчас вот еще Дорисую Штришочек Все, наверное Уже понятно Что они нарисовали Море, закат Закат или восход Без разницы Ну обычная тематика Вот он передает Этому парню И чего вы думаете Он делает Он начинает Всем показывать И втюхивать Объявляет Короче аукцион От рубля Значит И вот эти вот люди Уже дошло до того Что вот 1600 Предложили Веселая вот эта вот Семья Но в итоге Короче Вот эта вот девушка Забрала За Две с половиной тысячи рублей Две с половиной тысячи рублей Довольные Вот сидят Молодцы Девчонка вообще Она не понимает И бонусом Значит вот На их фотик Сфотографировали С дельфинами Ну как бы Две с половиной тысячи За рисунок И за фотографии На свой фотик Но дельфины молодцы Конечно Они и прыгали там И крутили И вертели Вот сейчас Вот через обручи Тоже Интересно Конечно Интересно Музыка Громко Там играть О Шкипер Шкипер Побоялся Прыгнуть Через это Через кольцо Ну парень молодец Тоже Он их там Научил Надрессировал Всякое разное Что они там Только не делают Я уже такие Самые более-менее Интересные моменты Повыбирал Чтоб уже Ну как бы Не парить мозги Вам Кидают И один Везет Другой Плавает Рядом Но прям Можно Можно Сходить Но честно Скажу Что Этих Дельфинариев Там Целая куча Это В Голубицкой В Витязева Не помню Тоже Может быть Есть В Анапе Там Не один Этот Дельфинарий Короче В общем-то Не скажу Какой класс Низкий Класс Тут Исполнение Высокий Класс Средний Видали Что делать Сальто Ну Потому что Первый раз Мы были В этом Дельфинарии И сравнить Честно говоря Не с чем Поедете Сами Посмотрите Может быть В Анапе Поживее Может Больше Животных Там Этих Рыбок Может Еще Но здесь Нормально Нам понравилось Цену Тоже Не знаю Это Дорого Недорого В общем Ну Не знаю Посмотрите Заканчиваю Я Сейчас Вставлю Кусочек Клипа Который Там Снимал Можете Потом Посмотреть Его Подписывайтесь На канал Обязательно Только Ставьте Лайки Как называемые Пишите Комментарии Можете Дизлайки Поставить Но Только Если Ставите Дизлайки Будьте Людьми Ну Хотя Пишите Что не понравилось Что-то Подделать Что-то Просто О чем То Не Рассказал Что-то Не Затронул Или Наоборот О чем То Может Немножко Слукавил Вот Этот Клик А вот Эти Кстати Использовались Да Послушайте Музыку Я Там Ссылочки Кину На него Ссылку Ссылочки Кину Ссылочку Корректор Хорошего Дети В Анапу В общем-то Грязный Не грязный Там уже Не знаю Решать Кому Решать Разных Местах По-разному Вот Видите Тут Чистенько Все Красиво Море Не цветет Там Вот На центральном Пляже Ну Понятно Это Центральный Пляж Центральный Город Всем Всего Хорошего И До Субцова Удачи ! ты так и знала, на море, на море, на море, где яркий чай и теплый весок. На море, на море, на море, встретиться нам с тобой повезло.